Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас об 11 главе книги пророка Захария. Предыдущие две главы, гимн, который составил 2 Захария, в общем, при всех трудных нюансах изображают картину относительно благостную. Картину дня посещения, когда царь Иерусалима через Сиона грядет кроткий на молодом осле, невоинственный, когда день посещения становится милостью, камнем, на который опирается жизнь Израиля. И вот израильтяне, иудеи, рассеянные по всему миру становятся в отдаленных странах свидетелями на Боге. И овцы паства Господней в день посещения, благодаря пастырю, которого Бог приводит, вот становятся действительно благословенными в царстве Бога. Ну и Захария, в общем, по необъяснимым причинам, ну, что значит необъяснимым причинам? На самом деле, понятно, что за этим стоит призвание откровения Божьей. Но как они преломляются в личности, в мыслях пророка, не вполне ясно. Так вот, второзахария, по вдохновению слышим, говорит о том, что на самом деле все не так благостно, все не так красиво схематично. Ну, первые стихи такие переходные от гимна предыдущих глав к одиннадцатой. «Отворяй ливан ворота твои, рыдайте дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес». Все это такие образы того, как Бог шествует по горам ливанским к иудею, к своему народу. И вот пророк говорит, слышен голос рыдания пастухов, слышно рыканье молодых львов. Казалось бы, вроде шла речь о милосердии, о том, что наступили времена милосердия, о том, что ревность Божья об Израиле, ревность о том, чтобы народ Божий был домом истины и милосердия, это ревность, которая вела к гневу и гибели в прежних поколениях, в следующие там, во времена возвращения из плена, вела к милости, к благословению Божьему. Но это еще не вся правда. Оказывается, что Бог не единственный свободный, самостоятельный участник истории. Ифтор Захария, как и, вероятно, его современник или младший современник, автор книги Иова, размышляет над этим, ему открывается, что на самом деле все происходит не просто так, как хочет Бог и потому, что хочет Бог. Ведь предшественники прежние поколения, перед поколением второго Захария, чаще всего думали, что есть Бог, он единственный активно действующий лицо истории, и все, что происходит, происходит, потому что он так хочет. Вот там захотел в плен, отправил, захотел перевел Кира Второго, который освободил Иерусалим, захотел так, захотел эдак, милует, карает, гневается, благословляет, все, вот один Бог. И что там люди думают, ну, как будто бы не имел значения. А Захария говорит о том, что овцы-то обладают свободой выбора, голос рыдания пастухов, пастыря от Бога, может быть, и приходят, может быть, но овцы не принимают его, не принимают. Они важны, они здесь тоже свободные действующие лица, которые совершают свои поступки, и эти поступки ужасны, ужасны, потому что оказывается, что пастырь, которого Бог приводит для народа своего, не нужен этому народу, некое лицо, то ли лирический герой, то ли, можно условно сказать, добрый пастырь, слышит от Бога слова «паси овец, обреченных на заклание», эти овцы обречены на заклание, и тем не менее два жезла даются пастырю, жезл благоволения и жезл уз угнетения, так можно, наверное, сказать, и паси овец, обреченных на заклание, потому что их пастыри настоящие, официальные, так сказать, не жалеют о них, и я не буду больше миловать жителей земли сей, говорит Господь. Снова пророк пытается вернуться в такую многовековую привычную парадигму. Я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его. Оказывается, есть еще ближние цари, которые тоже действуют в биографии, в истории людей. И дальше, по-видимому, все-таки вот от лица доброго пастыря здесь говорится, «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и истреблю там часть пастырей в одно время, отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня». Оказывается, вот эта милость Божья, о которой Бог возвещает после плена, «Ходите путями истины и правосудия, будет с вами милость моя, я буду жить посреди вас». Вот вся эта милость и истина оказываются чуждыми, ненужными для тех, кто мог бы быть и призван был быть овцами паства Господней. И тогда пастырь говорит, «Отвратится душа моя от них, как и их душа отворачивается от меня». Оказывается, вот эти взаимоотношения между пастырем и овцами, между Богом и народом, не могут не быть двухсторонними. Не может такого быть, что Богу до нас есть дело, и Он возревновал о нас, а нам безразлично. А мы никаким образом в своей жизни, в своих поступках не отражаем того факта, что мы овцы паства Его и живем, в общем, как язычники. Тоже, ну вот, сегодня один к одному, ровно то же самое. Мы думаем, что мы тут будем жить так, как нам удобно, но при этом Бог будет нас благословлять, потому что Он там обещал. Нет, нет. Наша душа отвращается от Бога, и Бог отвращается от нас. Тут все, на самом деле, четко. Теперь пастырь, через которого выступает Господь, пастырь говорит, не буду пасти вас, не буду. Раз вы меня оставляете, то и я оставлю вас. Умирающие пусть умирает, гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. Ну вот так. И невозможно переложить здесь вину на Бога, вину на пастыря доброго. Невозможно переложить, потому что вы выбираете смерть, вы отвращаетесь от меня, все оставляется вам, дом ваш пуст, как скажет потом Господь Иисус. Вот никак по-другому не получается, потому что это двусторонний процесс. Танго танцуют вдвоем. Если мы хотим завета с Богом, если мы делаем вид, что мы в нем находимся, значит, надо поступать соответствующим образом. И пастырь говорит, возьму жезл мой благоволения и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. Тоже не с одним, только Израилем. Уничтожается тот завет, те формы завета, которые так или иначе Бог заключает со всеми народами. И этот завет будет уничтожен. Тогда узнают бедные из овец, что это слово Господне. Бедный из овец, ожидающий меня, говорит пастырь добрый, говорит Господь через него. Во-первых, удивительное наименование остатка Израиля. Бедные из овец, ожидающие Господа. Те, кто, несмотря ни на что, в том числе на собственную немощь, ожидают действия Бога. Помните, как в конце книги Исаии, если бы этот расторг в небеса и сошел. Теперь дальше они узнают, что это слово Господне, когда Бог явным образом откажется от фиктивных отношений. Когда в течение короткого исторического времени некое Тридесятое царство, бия себя пяткой в грудь, раздлагольствовало глупости про православие, самодержавие и народность. А потом бац, и оказывается, что там не было никакого завета с Богом. Не было. И Бог не соглашается на эти формальные отношения. Или какой-нибудь еще христианнейшее сообщество тоже изображает завет. И нам часто кажется, что Бог лицемер, что Бог ради тех крайне нелепых и сомнительных бонусов таких взаимоотношений, там, жертвоприношения, позолота, там, еще что-нибудь, соглашаются на такие формальные отношения. Нет. И день, когда мы узнаем об этом, день, когда мы видим, что Бог в правде, Бог не ведется на манипуляции, становится удивительным и радостным днем, когда мы понимаем, что да, вот такова правда Божья. И пастырь в этом месте говорит людям, овцам пасту своей, израильтянам, абсолютно непостижимые слова. Говорит, ну хорошо, если вы хотите формальных отношений, ну тогда давайте мне плату за то, что я для вас делал. Вы хотите формальных отношений, я в формальные отношения не вступаю, значит, расходимся, и значит, давайте мне гонорар за потраченные усилия, так сказать, да, за все то, что было сделано. Тогда давайте мне плату, если хотите, потому что Бог никогда чужое слово не нарушает. И они отвесят мне в уплату 30 серебряников, бросив церковное хранилище, высока же, однако, цена, в которой они оценили меня, и бросил их в Дом Господень для горшечника. 30 серебряников. Вот, собственно, плата, которую мы выплачиваем Богу при расторжении завета. 30 серебряников, те самые 30 серебряников, которые первосвященники заплатили Иуде за предательство. Здесь, в книге Захарии, становятся они платой за все, за сотворение мира, за жизнь, за сотворение человека, за исход из Египта, за закон, за заботу и защиту, за ревность Господа, которая не соглашается на несовершенство людей. Вот за все. 30 серебряников. Цену цененного, в которую они оценили меня. Мы, в общем, даже и догадываться не можем, какая историческая реальность стояла за этими словами пророка. Ну, какая-то стояла, и вот он их записывает. И эти 30 серебряников – это то, что подводит черту под попытками спасти Израиль, под попытками благостным путем истины и милосердия и правосудия вывести Израиль к свету. Оказывается, что овцы паствы Господней отвергают его. И дальше Господь говорит, поставлю на этой земле пастуха, который не будет заботиться о погибающих, не будет заботиться о погибающих. И поэтому будет сам, как волк терзающий стадо Божье, а потому что нет вариантов либо принимать того доброго пастыря, который исходит от Бога, и подчинять свою волю ему, его правде, его парадигме, тем, как добрый пастырь пасет народ Божий, либо тогда дальше пропасть и волчья пасть для овец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...